Здравствуйте! Вас приветствует команда Codent Restron с проектом Portable Wireless Traffic Light System. Касаемо тематики Smart City, мы выявили проблему, которую хотим решить, а именно регуляция трафика на участках ремонтных дорог, ДТП или любого другого источника сужения полос с попеременным движением. Под такой регулировкой я имею ввиду тенденцию использования системы из людей-регулировщиков, которые, общаясь друг с другом, по очереди пропускают потоки машин. Мы считаем, что в век информационных технологий подобный человеческий труд должен быть автоматизирован и работать разумно. За решение такой проблемы взялась команда из четырех людей и я коротко познакомлю вас с каждым. Никита Красницкий, это я, тех элит команды, которые имеют опыт работы, Embedded Engineer в компании Cray Payment Innovations. Димит Труков, Software and Networking Engineer, также Machine Learning Specialist, который имеет опыт разработки игр в компании 360 Bounds. Андрей Иванченко, Hardware Engineer и Константин Серов, Design Engineer, способные студенты, которых еще ждет хороший work experience. Наше решение заключается в постройке системы светодиод, из светофоров, извините, которые сами будут управлять трафиком на проблемном участке дороги. Кроме очевидного преимущества автоматизации процесса, мы предусмотрели умное регулирование с использованием Machine Vision, которое поможет с принятием решений управления трафиком. Подобные светофоры созданы портативными, работающими на аккумуляторах, а система разработана надежной, с точки зрения безопасности. Поговорим о секьюрности системы, непосредственно о ее безопасности и способе настройки. Ее процесс может быть виден на Layer 1 Data Flow Diagram на слайде. При установке светофоров на места необходимо сделать настройку таймингов, а именно сколько секунд будет гореть зеленый или красный на первом или втором светофоре соответственно. Также для Machine Learning алгоритмов возможно потребуется настройка камеры, а именно создание маски, через которую будет проходить видео для фильтрации от ненужных участков изображения ненужных машин. Для избежания перенастройки светофора подлоумышленника и для избежания DOS-атак была предпринята мера безопасности использования аутентификации перед настройкой. Для получения прав доступа к настройкам светофора требуется зайти в наше приложение на телефоне, подключиться через него по блютузу к светофору, запросить вход в настройки через приложение, после чего приложить RFID-метку, выданную рабочим вместе с светофором. После этого процесса, используя приложение, можно будет осуществить упомянутую выше настройку. После ее завершения систему можно запускать. Принцип работы. Более точный принцип работы, конечно, будет разработан более детально на этапе прототипирования и тестирования системы. А сейчас мы подготовили Flowchart, описывающий концепт работы системы. В зависимости от настройки светофора он может использовать, а может не использовать камеры и полагаться только на таймер. При использовании камеры идет проверка сравнения количества машин с двух сторон. Если наблюдается явный перевес, к примеру, одна полоса пустая, а другая забита, светофор сменит статус светодиодов для пропуска машин. Иначе, если ситуация не очевидна, светофор будет полагаться на настроенный таймер зеленого и красного. Для реализации такого светофора мы выбрали микроконтроллер ESP32 со встроенной камерой, встроенным слотом SD-карты до 4 ГБ и встроенным Bluetooth. Через протокол UART к ESP32 будет подключен Arduino Pro Mini, который выступает неким дополнением к основному микроконтроллеру, снимая нагрузку и освобождая пины ESP32, которых не так уж много. Arduino общается с модулем RFID, считывая ключ по SPI, управляет состоянием LED-ламп, задающих свет светофора и использует модуль с протоколом LoRaWAN для беспроводной коммуникации светофоров друг с другом на большом расстоянии. Такое общение необходимо для автоматической синхронизации таймингов светофоров. Был найден способ использования Machine Vision в ESP32 со встроенной камерой. Он заключается в использовании алгоритмов OpenCV, основанных на нейросети YOLO версии 3. Микроконтроллер, используя такие алгоритмы, сможет находить машины на видео каждые 2 секунды, учитывая скорость обработки. А этого весьма достаточно для быстродействия светофора. Мы успели подготовить общую принципиальную схему без деталей, но с некоторым выбором элементной базы. Так мы определили пины подключения микроконтроллеров друг к другу и к периферии. К примеру, выбор пинов для управления LED был заранее выбран с поддержкой шим. Для драйверов мощных LED был выбран низкоомный MOSFET IRFZ44N. Были спроектированы фильтры питания и предусмотрено отдельное подключение платы для программирования. В конечном счете был составлен список необходимых покупок, которые включают в себя как радиокомпоненты, такие как микроконтроллеры и модули, так и детали, необходимые для сбора конструкций светофора, такие как линзы. Более детальный список будет разработан в дальнейшем. В SOLIDWORKS была разработана 3D-модель портативного светофора с беспроводной коммуникацией. В желтом кейсе снизу светофора будет расположен его аккумулятор, а сверху, внутри черного кейса, будет находиться плата с системой. Прошу посмотреть на анимацию. На анимации видно как то, что светодиодные панели соответствуют по размерам выбранным линзам, так и видно расположение периферии системы. К примеру, камера находится спереди сверху, а RFID-сканер снизу с задней стороны светофора. На этом слайде вы можете увидеть рабочие и существующие аналоги. Видео служит демонстрацией успешного управления трафиком на участке дороги с ремонтом одной из полос. Мы считаем, что наша система может быть одновременно надежной и дешевой, что делает ее очень желаемой на украинском рынке на пути в Smart City. Наш проект ограничен как временем, так и бюджетом, однако у него есть возможности для дальнейшего развития и расширяемости. Так, в светофоры можно добавить GPS-трекеры, что как может решить проблему кражи квартативных светофоров, так и даст возможность построения карты для умного управления трафиком. Оптимизация системы может быть улучшена с использованием индукционных, пьезокерамических или любых других датчиков для считывания количества машин, что въехали и выехали из зоны между светофорами. Конструкция портативного светофора может быть доработана и создана раскладной и более эргономичной. Срок службы светофора до замены аккумулятора, до подзарядки, может быть продлен с использованием солнечных батарей. Подобные аналоги, которые используют солнечные батареи, продлевают срок службы без подзарядки до 14 дней. Система может быть расширена для решения задач управления трафиком на блокированных участках в зоне перекрестков, что требует использования более двух светофоров. А также часть настройки с мануальной может перейти на автоматическую. Так, решение использования камеры может быть основано не только на настройке, но опираясь на погодные условия, то есть получая данные о влажности, освещенности и других данных. Спасибо за внимание. С вами были Coding Restron с проектом портативной беспроводной системы светофоров.